Для начала я представлюсь, меня зовут Небурак Ольга, я директор компании Reflame. С компанией сотрудничаю уже около 9 лет, но на самом деле самой продукцией я пользуюсь уже посчитала больше чем 20 лет, поэтому с какой-то степени я могу сказать, что я уже наверное вошла в историю компании Reflame, потому что я видела как меняются продукты, какие продукты появляются новые. И я очень люблю эту продукцию, эту продукцию любит вся моя семья, мои друзья, потому что их тоже влюбляю. В какие-либо серии. Ну и сегодня мы с вами поговорим о средствах по уходу за волосами. Я думаю, что каждая женщина мечтает о шикарных длинных волосах. Кто-то любит набор стрижечки. Я допустим очень люблю длинные волосы, когда они красивые, когда они ухоженные, когда они блестящие. И в первую очередь, на что обращают внимание, на еда и считают роскошные женщины. В первую очередь смотрят на прическу, потом на ее обувь. И если у женщины и то, и другое в порядке, то она чувствует себя гораздо увереннее. Согласитесь, когда у нас грязная голова, мы выходим на улицу, мы себя чувствуем как-то не так уверенно в себе. То есть в первую очередь наши волосы, наши ногти, то есть волосы дают нам очень хороший внешний вид. Но если посмотрим просто, то есть немножечко в теорию пойдем, то различают несколько типов ваферов. По цветам нас различают брюнетки, шатенки, блондинки и рыжий цвет волос. То же самое, то есть разные типы волос в том плане, что есть кудрявые, волнистые, то есть просто прямые за каждым. Им, конечно же, необходим определенный уход. Каждый знает специфику своих волос, каждый знает, как за ними ухаживать. Но те, кто не знаем, сегодня все недочеты мы с вами исправим. Могу сказать, что то, что вы видите, то есть у меня прямые волосы, мы сегодня я про свои тоже буду разговаривать. На самом деле они у меня не такие. То есть они у меня кудрявые и очень сильно кудрявые. То есть если кто-то представляет себе химическую завивку с мелкими кудряшечками, то вот это вот мои естественные волосы. К сожалению, не нашла ни одной фотографии, только-только очень древней, для того, чтобы поставить и показать, какая же я есть на самом деле. Но вот как раз-таки вопрос ухода за волосами, правильный уход за волосами. То есть для меня это очень важно. Впоследствии я немножечко поговорю, почему. Если различать типы волос, то есть сухие волосы. Я думаю, что каждый из вас сейчас будет узнавать себя. То есть каждый будет узнавать вопросы, проблемы, которые хочет решить со своими волосами. Есть наоборот жирные волосы. То есть что в первом случае, что во втором это проблема, потому что первые не всегда выглядят естественно. Вторые наоборот нужно регулярно мыть, то есть приводить в порядок, они постоянно выглядят как грязные. То есть эффект грязных волос. Есть еще смешанный тип волос. Это жирные кончики, жирные у основания волосы, у корней волосы и сухие кончики. То есть это тоже проблема, здесь подбираются определенные продукты. И конечно же это нормальные волосы, мечта любой женщины. То есть чтобы были красивые, объемные, густые волосы. То есть чтобы они блестели. Но к сожалению, с нашими факторами, которые нас окружают, не всегда это заложено природой, очень сложно это поддерживать. Так, разберемся, что же вообще, как представляют из себя волосы. То есть луковица, которая есть, то есть вот это единственная живая часть наших волос. Сейчас покажу другой вам слайд, будет немножечко более научно, здесь немножечко попроще. То есть луковица, да, это единственная живая часть волоса, которая реагирует на все то, что мы ей даем. То есть это витаминчики, питательные вещества, микроэлементы. Точно так же воздействуют на нее неблагоприятные факторы. Верхняя же часть, да, то есть наша видимая часть, вот эта вот красивая, которую мы делаем постоянно, какие-то манипуляции, это стержень. И это, он состоит, да, то есть это мертвая часть. Это волосы наши состоят из замертвевших клеточек. То есть и в принципе все манипуляции, которые мы сделаем, нам кажется, боже мой, чтобы только, да, то есть все было хорошо, мы на них наносим огромное количество масок, масел. Но, к сожалению, воздействие в первую очередь, конечно, уже нужно на луковицу, потому что то, что выходит, да, то есть то, что произрастает, ну понятно, что мы это портим, да, мы подвергаем каким-то воздействием, да, но при этом все равно в первую очередь очень важно, в каком состоянии наша луковица. Ну и давайте все будем рассматривать по порядку, да, что же все-таки влияет на наше состояние волос. Есть несколько пунктов. Смотрите, перепады температуры, низкая температура, да, то есть сейчас понятно, лето, мы про это не думаем, мы про это не говорим. Ну, опять же, когда мороз, да, то есть не забывайте одевать на голову головные уборы, потому что как раз-таки мороз приводит к сухости, мороз очень сильно выводит, обезвоживает наши волосы, и они становятся быстроломкими. То же самое высокая температура, сейчас лед, сейчас жара, старайтесь как-то укрывать, да. Понятно, что у нас нет в моде каких-то шляпок, да, нет в моде коцинок, но старайтесь как-то так защищать свои волосы от солнечного излучения, да, от лоих излучения, от жары, потому что когда мы уйдем на пляж, да, то есть в первую очередь вот здесь обязательно надевайте панамки, укрывайте свои волосы, потому что помимо того, что, да, теряет фигментацию наш волос, при этом опять же происходит обезвоживание нашего волоса. То же самое, когда мы едем куда-то на море, да, то есть вроде бы кажется все хорошо, вот как раз-таки от соли, да, от соленой воды на морях наши волосы становятся немножечко жестковаты, чем обычно. Что еще влияет на наши волосы? Это, конечно же, неправильный уход, неправильно подобранный уход, да, мы это тоже будем все разбирать. То есть, смотрите, помимо типов волос, да, то есть когда мы подбираем какую-то серию, то, конечно же, если у нас жирные волосы, то нам нужно подбирать серию для жирных волос. Я думаю, что с этим все понятно, в этом мы не будем углубляться. Неправильный уход, это то же самое касается мытья волос, неправильно подобранные какие-то продукты. И опять же, да, то есть я всех, я не могу вас призывать, да, то есть то, что приобретать продукцию, да, то есть на кого-то влияет, да, что приобретать продукцию компании Reflame, но я могу сказать только одно, что продукция компании Reflame, мы защищены именно качественной продукцией, да, то есть мы как потребители защищены, то, что мы знаем, где это производится, мы видели эти заводы, мы знаем тех людей, которые это производят, да, и то, что это натуральные ингредиенты. К сожалению, то, что производится на рынках, да, то, что мы покупаем на рынках, то, что мы покупаем в магазинах, сейчас уже статистика пришла к тому, что 80% это подделка, да, и мы не знаем, с чего это сделано, мы наносим на ту часть своего тела, да, которую мы хотим, чтобы выглядело красиво. Я очень часто замечала, что когда я пользовалась, да, продукцией, когда я покупала, я не скрою, да, что я покупала шампуни, конечно же, еще не будучи в компании Reflame на рынке, я очень часто замечала, что появляется какая-то серия, пользуюсь, она мне очень нравится, да, то есть я вижу результаты, так как мои волосы, да, кудрявые, специфика волосы определенная, то мне нужны были всегда хорошие шампуни, то есть я покупаю первый флакон, мне все подходит, я покупаю второй флакон, мне он не подходит. У кого такое было когда-нибудь, хоть раз вы там отреагируете в чате? Возможно, я не одна, и здесь столько приводится к тому, что просто-напросто те продукты, которые появляются, да, то есть они хорошего качества. Как только видишь, что бренд расконченный, то есть появляется подделка, и уже нет гарантии того, что мы купим хороший, качественный продукт. Поэтому здесь же, опять же, да, то есть стоит следить за тем, чем мы пользуемся, потому что волосы – это наша красота, это наша визитная карточка. Неправильный уход тоже можно отнести, потому что мы как мы моем голову, да, ну, я думаю, что я немножечко попозже расскажу про это, там еще будут слайды, и мы к этому вернемся. Окрашивание волос, опять же, да, здесь стоит отметить, что когда вы выбираете краску, то есть сейчас, слава богу, да, то есть огромное количество красок для волос, спектра именно на натуральных компонентах, к сожалению, раньше, да, то есть что не творили женщины, да, и во что превращались их волосы, более химические, да, какие-то компоненты. Я не буду затрагивать в слайды про краску для волос, да, она есть тоже в этом каталоге с очень хорошей скидкой. Я думаю, что кто-то из вас пользуется красками для волос, я бы в нашей серии просто поставьте пятерочку тогда в чате, чтобы было видно, сколько вас. Я не пользуюсь краской для волос, да, то есть у меня еще пока свой натуральный цвет, который меня устраивает, пока нет еще седины, да, и нечего закрашивать. Я знаю, что наши краски очень хорошо защищают, да, седину очень хорошо сохраняя этот цвет на протяжении, да, после того, как вы окрасили волосы и, да, то есть после нескольких мытья, да, то есть после нескольких раз мытья волос, и при этом, смотрите, то есть мы очень часто слышали в рекламе, да, что наша краска не содержит аммиак, да, то есть как раз таки, и почему-то все стали смотреть за тем, что, да, то есть не нужен аммиак, нужны какие-то другие компоненты, но смотрите, для того, чтобы произошло химическое окрашивание, да, то есть химическая вот эта реакция для того, чтобы окрасить ваши волосы, нужен какой-то компонент, и аммиак – это единственный химический компонент, который полностью потом устраняется с ваших волос, да, то есть есть компоненты, которые они остаются, сверняются, представьте, да, то есть вот этот химический элемент, он помимо того, что разрушает волосы, то есть вы всегда находитесь рядом с ним, да, то есть это ощущение, явно, что мы не видим сразу результата, да, Реакция какой-то. Потому что мне кажется, что если бы наш организм сразу же реагировал на какие-то химические компоненты, то мы были бы немножечко осторожнее. Так вот, как раз-таки аммиак, который содержится в наших красках, то есть он уходит полностью. Не стоит этого бояться. Аммиак полностью уходит после окрашивания и не остается на волосах, тем самым не разрушает. Наши краски для волос, они на натуральных компонентах. При этом эффект после окрашивания, это еще и ухаживающий эффект. Поэтому не стоит этого бояться. Те, кто любит окрашивать волосы, могу сказать, что краска потрясающая. Я знаю, что девчонки у нас в офисе экспериментируют, красят абсолютно. Да, то есть сегодня рыжий цвет, завтра черный цвет. Все очень довольны, да, то есть именно качеством краски и тем, что она очень долго держится на, да, то есть ему долго держится цвет. Но это может быть, да, преимущество еще, конечно, для шампуня. Про них мы тоже поговорим. Химическая завивка, но это, да, то есть это вообще кошмар для наших волос, потому что здесь идет химическая реакция, здесь идет утончение волоса, да, то есть растяжение волоса. Ну, мне кажется, что это немножечко уже отошло в сторону, сейчас уже нет таких, да, то есть серьезных каких-то, да, то есть, ну, мне кажется, что женщины все равно, да, то есть такого возраста 50, плюс они еще пользуются, те женщины, у которых, да, то есть редкие волосы, да. Ну, каждый хочет быть красив, каждый ищет свои возможности, но химическая завивка, да, то есть очень портит волосы, это один из таких серьезных. Конечно же, то, что влияет на состояние наших волос, это стресс. Не знаю, замечали вы у себя или нет, но у меня в первую очередь, если я какой-то переживаю очень серьезный стресс, да, то есть, то у меня в первую очередь, да, ломаются ногти, причем на следующий день я уже чувствую, как они меня, да, то есть вроде бы только до чего-то дотронулась, да, чуть-чуть сильнее стукнула, опа, да, то есть и сразу же сломался. Становятся более крупкими и волосы, да, то есть они просто вот проводишь по волосам рукой и оттуда, да, то есть появляются уже на руках, остаются волосинки. То есть вот эти вот стрессы, да, то есть они тоже очень влияют на состояние наших волос. Питание, да, то есть это мы понимаем, те, кто пользуется витаминами ПЭК, да, то есть прекрасно уже, наверное, слышали эту тему, да, для чего нам необходимо правильное питание. От питания тоже зависит, потому что как раз-таки вот тот слайд, где я вам показывала, да, что есть луковичка, да, из которой растет волос, вот она как раз-таки желает. Да, это питание, которое в нее поступает, такие, да, то мы и увидим снаружи, когда появляются наши волосы, да, то есть именно вот эта вот уже мертвая часть, мертвая красивая часть. Ну и, конечно же, экология, да, то есть вы согласитесь, что в Белоруссии экология не 100% чистая, да, я думаю, что огромное количество заболеваний в связи с нашей экологией, да. Ну, здесь мы уже ничего не поделаем, только если мы можем сменить место жительства, да, если у кого-то есть такая возможность переехать в более чистый регион. И давайте разберемся, да, все же, что женщины делают со своей красотой, да, для того, чтобы оставаться красивыми, это, конечно же, плойочки. Плойочки, они очень утончают волосы, да, то есть тем самым делают их более ломкими и при этом начинают сечься кончики, да, то есть очень сильно. Это фен, опять же, фен очень много выводит влаги из наших волос, да, то есть они становятся более жесткими, понятно, что это не с первого раза, но постепенно, да, то есть наши волосы становятся более жесткими, крупкими и опять же кончики, да, очень сильно начинают сечься, что приводит к тому, что мы их начинаем подрезать. Следующее, это неправильно подобранные расчески, да, либо же неправильный уход, то есть, смотрите, волосы нельзя сразу же после этого я расчесываю, да, то есть их нужно высушить, и после этого, конечно же, начинают расчесывать. При этом и металлические расчески вообще категорически запрещены в пользу, да, и когда вы подбираете, потому что они, особенно при использовании, если они нагреваются, поэтому выбирайте правильные расчески, это деревянный, либо, да, пластик определенный, либо это керамика, то есть, смотрите, опять же, у нас в компании, да, то есть специалистами были разработаны помимо вот этих вот продуктов, про которые мы будем говорить по уходу волосами. Есть еще и расчесочки, да, то есть, которые тоже были разработаны для правильного ухода волос, но про них мы тоже сегодня не будем говорить, когда увидите в каталогах, да, то есть, можете смело заказывать. Мытье волос, да, то, о чем я вам говорила, это один из факторов, который тоже влияет, то есть, немножечко коснусь то, как правильно мыть волосы, то есть, если у нас волосы жирные, да, если у вас волосы жирные, то, смотрите, мыть не чаще, чем три раза в неделю, да, то есть, это два-три раза в неделю, если волосы нормальные, сухие, то это один-два раза в неделю, да, то есть мытье волос, потому что я знаю, что кто-то очень любит сейчас, то есть у кого жирные волосы, они говорят, мне нужно мыть волосы каждый день, да, потому что иначе они будут выглядеть неестественно. Смотрите, чем чаще вы моете волосы, вы снимаете, да, то есть защитный слой, тем самым вы волосы ваши гораздо больше выделяют вот этого кожного стала, и они становятся, то есть получается так, что вы иногда уже можете помыть голову, да, утром, и к вечеру они уже выглядят ужасно, да, потому что именно за счет часто промытья волос, поэтому здесь с этим тоже будьте осторожны. А когда вы моете голову, да, то есть это массажное, конечно же, движение для того, чтобы кровеносные сосуды вот эту вот луковичку нашу снабжали, для того, чтобы она была полноценной, да, то есть чтобы поступало лучше питание, причем, что когда вы наносите шампунь, мы моем именно вот эту вот корневую часть волос, да, все остальное шампунь, то, что происходит на наших волосах, то есть нам не нужно, да, тереть, это очень бережный-бережный уход, едва касаясь, когда же вы наносите наоборот бальзам, то мы его не наносим на корни, да, то есть потому что очень часто бывает такое, что кто-то наносит на корни, тем самым мы не даем возможности, а бальзам и кондиционер не создают защитную пленочку, да, и если мы наносим на корни волос, то просто-напросто мы не даем доступа того кислорода, да, то есть этих, для того, чтобы, да, то есть наша кожа насыщалась, поэтому бальзамчики мы наносим, можно сказать, да, то есть отступаем где-то 3-4 сантиметра корни волос и наносим здесь. Я когда мою голову, я вообще вот эту вот только часть наношу бальзам, да. И маски для волос, вот как раз такие маски для волос наносится полностью на все волосы, да, включая в том числе и корни волос, потому что там питательные вещества, которые поступают в корень, в луковичку нашу, да, то, что дает возможность быстрому росту, дает возможность красивому волосу, да, то есть именно утолщает нашу структуру волоса. Вот. То, что касается Майсел, да, то есть есть масла, про них мы тоже немножечко я затрону эту тему, мы поговорим с ним про них попозже, расскажу про свои любимые, конечно же, продукты, да, про чем я пользуюсь, от чего я вижу эффект. Ну и, конечно же, еще один фактор, это бигуди, когда мы накручиваемся, это могут быть термобигуди, да, а слава Богу, сейчас мы уже ушли от металлических бигуди, но я знаю, что они еще есть в некоторых синих, да, вот, поэтому это тоже то, что влияет на структуру нашего волоса. То есть смотрите, как выглядит наш поврежденный волос, да, то есть это под микроскопом, да, вот так вот выглядит он, вот эти вот чешуйки, расслоения, и нам кажется, что вроде бы, да, то есть из-за чего они жесткие, именно вот за счет того, что структура волоса повреждена. Приводит это все, да, к чему? К тому, что мы их срезаем, и, к сожалению, мы можем достигнуть той длины, которую мы мечтаем. Кстати, вот кто хочет, да, то есть у кого мечта для того, чтобы быть длинные, красивые волосы? Вот, допустим, я очень хочу, да, то есть длинные волосы, отращиваю их, у меня постоянно вопрос был, раньше, ну, с притмахером я их отращиваю, прихожу к ней, да, то есть она мне их срезает, я их отращиваю, она мне опять их срезает. У меня была очень долго определенная длина волос. Настя, ну, мне кажется, что у тебя и так волосы шикарные. Коса. Так, ну, давайте перейдем, да, опять вернемся к слайду, что влияет на состояние волос, и что мы, да, что же мы можем все-таки сделать, чем помочь. На 50%, смотрите, то есть правильно подобранный уход, вот этих вот 5 пунктов, 5 пунктов мы можем решить, да, то есть низкую температуру, высокую температуру, мы уже говорили о том, что нужно надевать головные уборы, опять же, при высокой температуре, особенно когда кондиционеры, если кто-то ездит в машинках, если кто-то работает в помещении, да, то есть с кондиционерами сейчас в жару, кондиционеры очень обезвоживают волосы, они приводят к тому, что они становятся сухими и сухими ломками, да, то есть здесь тоже очень важен правильно подобранный уход для того, чтобы, да, то есть восстанавливать их. И что же, конечно, да, то есть, конечно же, мы будем рекомендовать, что лучше использовать. То, что есть сейчас в этом каталоге, это серия ХРХ, смогу сказать, что в данном каталоге представлены только две линейки, это для окрашенных волос, да, и эксперт-постановления, да, то есть вот эта вот желтенькая, это эксперт-постановления серия, а красненькая, это для окрашенных волос и для милированных волос. Эта линейка богата гораздо, да, то есть просто там огромное количество линейок в серии ХРХ, и в данном случае, если вы что-то не выберете этот раз, просто следите в наших каталогах, потому что там есть и для, даже сухой шампунь есть, да, а тем, кто часто ездит часто в командировке, нет возможности помыть, допустим, волосы с сухим шампунем, очень удобно, я знаю, что он был в прошлом каталоге с хорошей скидочкой. А есть для, да, против перхоти, есть для смешанного типа волос, то есть здесь подбирают уже для ежедневного применения, да, то есть именно с такой минимальным, с минимальным влиянием, да, на волосы, для того, чтобы не подвергать их опасности, для того, чтобы они чаще-чаще грязнились. То есть, ну, давайте поговорим про те серии, которые здесь есть. Я очень люблю вот эту вот желтенькую серию, это эксперт-восстановление. Та серия, в состав которой входит протеин и пшениц, и дает возможность сделать волосы кругим, шелковистым и гибким, да, то есть дает возможность с помощью шампуня, да, то есть могу сказать, что первый раз, когда я попробовала эту серию, когда я нанесла шампунь, я, честно сказать, решила, что даже мне кондиционер не нужен, потому что тот эффект, то состояние волос, насколько они были шелковистыми, да, насколько они были мягкими, я даже не ожидала. После нанесения кондиционера, без него никак нельзя, могу сказать сразу, да, то есть почему мы используем всегда в паре шампунь и кондиционер, смотрите, то есть шампунь, когда вы наносите, его необходимо наносить обязательно два раза, То есть первый очищает волосы, второй туда поступают питательные элементы. То есть шампунь, его задача приподнять чешуйки, то есть убрать полностью загрязнения, которые скопились на протяжении того времени, пока вы не мыли волосы ваши. То есть он приподнимает чешуйки, там дальше немножечко будет слайд, вы увидите это, и вымывает все загрязнения. А вот как раз таки задача кондиционера, вот эти чешуйки пригладить и защитить уже волос. Причем что в серии Хирикс есть защита от коих излучений, то есть то, что необходимо нам в период лета, то есть это тоже стоит отметить. Серия защита цвета, здесь на 200% защита цвета, то есть как я и говорила, что кто использует краски, конечно же пользуется нашими шампунями и эффект, то есть сохранение краски волос. Причем что волосы из-за чего женщина обычно, да, то есть чаще окрашивает, потому что теряется цвет, становится не очень красиво. Я помню, да, то есть я в молодости, да, тоже красила волосы, причем что я если красила в такой красивый, да, допустим, красный оттенок какой-то, то через какое-то время он становился, то есть после 3-4 матья он становился бледно-рыжим, абсолютно некрасивым. То есть волосы вроде бы даже и не отросли, еще очень много, да, но приходилось красить еще раз, потому что, ну, вид был, конечно же, не очень красивый, да, то есть от состояния окрашенных волос. То есть здесь, я насколько знаю, да, то есть я думаю, что те, кто окрашивает волосы подтвердят, то есть если пользоваться еще этим шампунем, то окрашивают волосы уже только потому, что волосы отросли от корни, да, то есть это уже некрасиво становится. А цвет сохраняется надолго. А в состав туда входит горький апельсин, который дает возможность вот как раз-таки сохранить вот этот вот цвет насыщенный, красивый, сделать блестящий. Вот эти вот все серии мне дают возможность увлажнения волос, то есть оно настолько увлажняет волосы, что вот эта вот сухость и ломкость волос, да, то есть она, волосы защищены, от экологии защищены, да, то есть от воздействия ультрафиолета защищены волосы. То есть и они становятся жизненными, да, то есть естественными, блестящими, красивыми. Я могу сказать, что я, как только эта серия появилась, она уже, наверное, на протяжении пяти лет, это точно у нас в каталогах, то есть я пользуюсь практически каждый день. Конечно же, я пользуюсь и другими сериями, могу сказать, потому что я экспериментатор, я очень люблю наши продукты, я очень люблю новиночки, да, то есть пользуюсь. Иногда эта серия уходит на второй план, да, когда покупают что-то новое. Но в основе своей, да, то есть я останавливаюсь на этой серии, этой серией пользуется и моя дочка, моя мама, да, то есть моя мама берет окрашенный. А я всем как раз-таки рекомендую вот это вот эксперт-постановление, потому что я думаю, что каждая женщина, которая делает хоть какие-нибудь, да, то есть эксперименты, то, что я приводила раньше, я думаю, что у каждой есть фен, у кого-то есть плойка, у кого-то есть утюжок, да, то есть кто-то окрашивает волосы, то есть мы все время издеваемся над ними, как только можно, да. Поэтому вот эта вот серия на первоначальном этапе рекомендую ее каждому. Причем, что вот эта вот серия, это три года исследований, тестирований и научных разработок именно совместно с топ-стилистами. То есть смотрите, когда проводились исследования, я сегодня немножечко читала, да, то есть информацию, как именно проводились исследования, как подбирались нужные компоненты, то есть в первую очередь брались волосы, влажные волосы, натуральные волосы, да, и их расчесывал аппарат 50 тысяч раз, то есть их проводили, да, вводили в такое состояние сумасшедшее, а потом уже подбирались какие-то компоненты, которые, да, то есть осмотрели реакцию этих волос, для восстановления волос. И, конечно же, топ-стилисты, то есть разрабатывала серия для того, чтобы каждому человеку, то есть каждому типу волос подойти индивидуально, найти индивидуальный подход и чтобы удовлетворить каждого клиента. Причем, что тоже читала очень интересную информацию, что как раз-таки разработчики, то есть и топ-стилисты, которые используют эту серию, с кем было разработано, они до сих пор пользуются вот этой серией, потому что они нашли ее одной из лучших. И вот эта вот фотография, парень, который здесь стоит на фотографии, это Карл Эквунд, это профессиональный стилист, эксперт по уходу за волосами, это постоянный стилист таких журналов, как Элли и Космополитан, да, то есть на сегодняшний день один из востребованных стилистов, который работает со звездами высокого уровня. И вот здесь вот, да, то есть его высказывание, да, то есть после применения данного шампуня, что ухоженные волосы являются, пожалуй, одним из главных украшений женщины. Инновационная серия Эксперт Этери Флэм, разработана с заботой и безупречной красоте волос. Мне нравятся новые средства Эксперт, благодаря им волосы всех типов приобретают блеск. И вот я сейчас не вижу, там здоровье, по-моему, да, и что-то еще, потому что меня здесь немножечко панельки закрывают, но вы видите, это его слова, это выдержка из статьи, да, то есть именно как критика, как специалиста по уходу за волосами. И давайте же разберемся, да, то есть что нам на сегодняшний день предложила компания Эксперт, цены. Так, здесь что-то, наверное, перескочило. Смотрите, то есть если мы покупаем по отдельности шампунь или кондиционер, да, то есть по объему, тут тоже объема хорошая, кстати, взяла все для того, чтобы вам показать. Да, то есть вот это вот шампунь, да, то есть тут достаточно приличный объем. Вот это вот кондиционер, да, из той же самой серии, вот эта вот та серия, которую я люблю. Шампунь, здесь объем 250 миллилитров, кондиционер 200 миллилитров, то есть если покупать по отдельности, то каждый флакончик 61300. Если же покупать это в наборе, да, то есть именно сейчас идет до конца действия каталоги, то это получается всего 87600. Я не знаю, можно ли найти на рынке дешевле что-то, да, потому что, ну, мне кажется, что такая цена для того, чтобы ваши волосы вам, да, то есть вы ощущали результат от того, что вы используете, вы видите действительно эффект, вы заботитесь о своих волосах. Я считаю, что это небольшие деньги, причем, что не стоит, да, то есть иногда даже наши клиенты говорят, что это как-то слишком дешево. На сегодняшний день могу сказать, что компания Reflame очень заботится, у нее очень лояльный подход к своим клиентам. И когда в какой-то стране происходит кризис, да, то есть компания Reflame оставляет цены, иногда даже снижает цены, нежели ниже, да, нежели эта цена самого производителя. Почему так происходит? То есть понятно, что компания не работает себе в убыток, да, то есть в каком-то регионе, допустим, где-нибудь в Дубае, в этом каталоге, этот шампунь будет стоить в 4-5 раз дороже этим самым, да, то есть цена выравнивается, и компания не работает в убыток. Но для нас на сегодняшний день компания подходит очень лояльно, они снизили цены, да, то есть мы очень долго работали по курсу, да, который был ниже, чем курс Натбанка. Сейчас компания уменьшила цены в пользу, чтобы, да, не, так сказать, не увеличила, да, то есть увеличила цену курса, но при этом снизила цену в 2 раза. Вот эту презентацию, да, то есть я рассказывала про волосы, просто я эту презентацию немножко переделывала, где-то полгода тому назад. Могу сказать, что тогда цена набора, я вот изменила, там были немножечко другие наборы, всего лишь на 500 рублей, то есть 87-100, я еще удивилась, да, ну, боже мой, совсем цена не изменилась. Представляете, полгода прошло, цена осталась прежняя. Вот, поэтому каждого призываю, мы покупаем наборами, да, я говорила преимущество, чего, честно скажу, для своей клиентки я даже не предлагаю покупать по отдельности шампунь отдельный кондиционер, но только в том случае уже, если, да, у кого-то что-то закончилось. Вот, набор, это естественный правильный уход, да, то есть шампунь и кондиционер для того, чтобы ваши волосы, да, находились в норме. Ну, и вот сейчас расскажу про свой любимый продукт, да, то есть это масло Илео, вообще вся серия Илео, она потрясающая. Это та серия, которая именно заботится изнутри, да, то есть о наших волосах. Это та серия, которая состоит полностью только из натуральных компонентов, да, то есть те масла, которые туда входят, они восстанавливают наши волосы. Я пользовалась и шампунем, и кондиционером, да, то есть могу сказать и маска, да, то есть у меня до сих пор стоит, я очень обожаю эту серию, к сожалению, да, то есть ее нет в этом каталоге, есть масло, да, но потом, да, то есть там у меня будет слайд для кого и что. Просто проговорю про эту серию немножечко, то есть, смотрите, сюда входит натуральное масло розы, да, то есть оно очень хорошо питает и восстанавливает наши волосы, да, то есть делает их очень гладкими, эластичными. Сюда входит масло органы, да, то есть это тоже питание и восстановление наших волос. Сюда входит омега-3 и омега-6, да, то есть те кислоты, которые необходимы для того, чтобы, опять же, наши луковички, да, то есть питались, для того, чтобы наши волосы были крепкими и здоровыми. И вот эта вот серия, которую я люблю пользоваться, да, сейчас, не знаю, то есть у меня здесь почему-то все слайды перескочило, не знаю, как у вас, красиво-некрасиво, но буду рассказывать про цены, потому что у меня они почему-то получились прыгающими здесь. Смотрите, вот этот вот, вот эти вот продукты вы можете встретить только в каталоге премьер-клуба, да, то есть если вы еще не состоите в премьер-клубе, то обязательно обратитесь к своим спонсорам, потому что я думаю, что каждый человек, который вас пригласил, директора, менеджера, да, то есть вы шестоящий, они могут воспользоваться, да, то есть этой возможностью. Данные продукты сейчас именно в каталоге для премьер-клуба. Данное масло, то есть если вы покупаете по отдельности, это цена 162 тысячи, но при покупке двух, третье получается в подарок. Честно скажу, я для себя заказала три, потом еще расскажу, да, почему это мой самый любимый продукт. Точно так же вы можете подобрать, да, кому-то подружки свои, либо еще кому-то, которые помогают. Смотрите, цена всего 108 тысяч 100. Продукт шикарный, я пользуюсь им, да, вот как он появился, и пользуюсь им практически каждый день. Чем он мне нравится? Ну, могу сказать, что все, чему я учила вас в первоначале, к слайдам, да, то, что нельзя делать со своими волосами, то я с ними делаю, да, я, наверное, не отличаюсь ни от кого из вас, в первую очередь, потому что у меня волосы пудрявые, да, то есть я их вытягиваю каждый раз после нытья волос. Во-вторых, я их расчесываю мокрыми, потому что они у меня пудрявые, и если они у меня высохнут, да, в том состоянии, как я уберу полотенце, то я их потом просто-напросто не смогу расчесать, да, и вытянуть. Поэтому, да, то есть это тоже минус, это мои эксперименты с волосами, которые происходят. Третье, каждый день, да, то есть я пользуюсь феном, и я пользуюсь не теплым воздухом для того, чтобы высушить, а именно горячим для того, чтобы волосы растянуть и сделать гладкими. И вот это вот масло – мое спасение. Могу сказать, что до этого, сколько я ходила к парикмахеру, я очень хочу, да, почему я спрошу у всех, кто хочет длинные волосы. Я очень хочу себе длинные волосы, но я не могла их вырастить, в первую очередь, потому что за счет вот этих вот всех термических обработок, за счет всех издевательств на свои шевелюры, да, то есть они у меня просто не вырастали. Точнее, они отрастают, но когда я прихожу к парикмахеру, да, то есть через месяц, через два, то все, что у меня отросло, она мне срезает безжалостно и говорит, Оля, ну, ничего не могу с этим сделать, то есть это нужно убирать. Когда я пришла к ней с этим маслом, да, то есть я очень много продуктов использовала, покупала масла, да, то есть специальные, и когда они были у нас в каталогах, я покупала в профессиональных магазинах, мы не пользовались, но уже где-то через 2-3 недельки после того, да, то есть у меня начинали кончики расслаиваться, да, то есть в первую очередь, эффект, чего мы начинаем срезать, да, то, что расслаиваются кончики, и волосы наши выглядят уже не очень хорошо. Когда я принесла ей это масло, в первую очередь, я когда к ней пришла, это было через 3-4 месяца, она сказала, Оль, ты знаешь, у тебя такое состояние волос шикарное, да, что, ну, здесь я если срежу, то только сантиметр, да, для того, чтобы их подравнять, потому что они растут, ну, неровно. А вот сейчас, на сегодняшний момент, я не была у нее уже полгода, да, то есть это где-то с нового года, я у нее была в последний раз, когда она мне делала прическу, подстригала волосы, и эффект, да, то есть то, что есть, я не могу сказать, что они у меня секутся, да, но эффект, ну, ближайшие 2 месяца я точно еще к ней не могу, но единственное, что они, конечно, неровные, да, то есть не такой красивый срез, как получается, причем, что я этим маслом пользуюсь каждый день, да, то есть когда мне нанесла его прикладка, она говорит, слушай, классное масло, и оно классное тем, что оно не оставляет жирный блеск, оно практически сразу впитывается, и волосы делают блестящими, эластичными. То есть вот такой вот флакончик, да, то есть его, ну, мне с ребенком, маме, хватает на месяц этого флакончика, потому что я его использую каждый день, да, то есть я, в принципе, рекомендую каждому использовать каждый день, но опять же, то, что вы делаете, да, то есть если вы только высушиваете волос, прямые волосы, можно просто наносить на кончики после каждого мытья волос, да, то есть если же вы используете плойки фена каждый день, то, конечно же, рекомендую использовать каждый день. Я наношу на кончики, наношу на влажные волосы после мытья, да, наношу на ночь на кончики волосы, для того, чтобы они выглядели хорошо. Наношу с утра, когда волосы, да, то есть сушу феном, когда вытягиваю волосы феном. То есть наношу на кончики обычно, да, то есть 2-3 надавливания. Что здесь пишет? Масла нет, я не смываю масло, его не нужно смывать, оно абсолютно впитывается, причем, что его можно использовать еще как масочку, и волосы не ожирнятся, да, то, что вот я и отметила, что оно впитывает практически сразу, мгновенно, то есть его не нужно бояться, да, то есть если даже переборщить, потому что до этого, когда я использовала какие-то масла, то есть если переборщить, ну, как мне прихоматер учила, одну капельку надавливаешь, растираешь в волосах, ой, то есть в ладошках, да, то есть в пальчиках, и потом проводишь по кончикам, потом аккуратненько, чтобы не остался жирный бед, да, какой-то. Здесь нет, то есть здесь я нажимаю 2-3 выдавливания, то есть я распределяю, я обильно смазываю кончики, да, я обильно их смазываю каждый день, а потом все оставше, все, что есть, да, то есть я наношу уже на волосы, то есть можно делать масочку, если вы видите, что ваши волосы подустали, можно сделать даже масочку, да, Да, то есть тереть корни на ночь, ну, конечно, с утра уже необходимо будет волосы помыть, да, но вот это вот масло не стоит бояться в том плане, что останется какой-то жены лет. Оно очень шикарно восстанавливает волос, причем, что здесь есть масло двух видов, да, то есть восстановление и разглаживание, да, то есть я беру все время разглаживание, честно скажу, себе заказала три, потому что вот это вот, да, уже практически закончилось, тут осталось чуть-чуть, и для меня это уже, ну, придет в пятницу, поэтому я буду, так сказать, спасена. Да, да, и вот здесь вот отметится, что цена на него очень хорошая, да, то есть для нас это 186 за флаконность при покупке трех, то есть вы можете найти для себя таких-то подружек, да, друзей, кому-то порекомендовать, моя предмахер заказала себе два, да, то есть вот как бы плюсом, поэтому мы с ней когда переговорили, да, по поводу цены, она сказала, давай мне два, да, то есть вот сейчас еще буду тоже искать кого-нибудь для того, чтобы заказать третий, опять же, да, с хорошей скидкой, чтобы было. То есть здесь, я думаю, что будет у вас все очень легко и просто, да, ну и если мы вот определили с вами, да, что происходит, мы можем с помощью правильно подобранных средств определить первых пять факторов, да, то есть привести ваши волосы в порядок, то как раз таки... Хорошо, будем стараться, я просто не очень знаю, происходит ли запись, да, этого вебинара, потому что у нас сегодня все те, кто ответственны за это, они проехались, но если что-то есть, тогда обязательно сброшим. Смотрите, то есть вторая часть, это стресс и питание и экология, да, то, что мы, к сожалению, ну никак не сможем повлиять с помощью тех продуктов, про которые я вам рассказывала. И в данном случае, да, то есть, конечно же, компания Рифтон тоже позаботилась о нас, и она нам предлагает другие средства, да, все средства, кто-то про них слышал, кто-то нет, могу сказать, что, да, то есть своего опыта мне это тоже очень понравилось, немножечко поделюсь потом своей историей, да, то есть в процессе буду рассказывать. Это внутрикомплекс для волос и ногтей, да, то, что мы принимаем внутрь, и давайте опять же вернемся к слайду, да, то есть то, что у нас, да, то есть как выглядит наш волос, то есть луковица – это единственная живая часть внутри, да, то есть нашего волоса, который как раз таки и дает тот стержень, видимую часть волоса, который, амертпевшие клеточки, да, то есть и то, что мы купим, кушаем, да, те вещества, питательные элементы, то есть вы сами должны понять, что маска, да, то есть она дает какие-то питательные элементы, но не в той мере. То, что мы кушаем, да, то, что мы даем нашему организму, то есть чего строятся наши клеточки, да, как раз таки вот это вот влияет на то, что мы видим. Если у нас неправильное питание, да, то у нас становятся ломкие волосы, а если у нас что-то происходит неправильно в нашем организме, да, то есть наша кожа, наши волосы, наши ногти, они сразу же дают об этом знать. И вот здесь вот тоже, да, то есть слайд немножечко попозже, да, то есть у меня получилось. Вот как раз таки, да, вот эти вот чешуйки, которые выглядят, да, то есть если первый слайд, это здоровые волосы, да, а второй слайд, это как раз таки вот эти вот чешуйки, которые от обезвоживания организма, да, то есть когда они достаточно многие от кондиционеров всего, да, то есть вот приподнимаются вот так вот чешуйки, наши волосы становятся ломкими, тусклыми, да, то есть у них пропадает блед. И кончики, секущиеся кончики, да, то есть вот этот вот третий слайд, вот так вот выглядят именно они под микроскопом, да, зрелище, наверное, не очень хорошее, поэтому мы будем стремиться улучшить наши волосы, чтобы они такими не были. Вот смотрите, у каждой луковички, да, волосы есть 8 жизненных циклов. И, то есть, как только волос один погибает, да, то есть мне иногда, да, кто-то говорит, что у меня выпадают волосы, я могу сказать, что я тоже ходила к врачу в определенный период, период беременности, когда у меня очень сильно, мне казалось, вылазят волосы. Мне тогда врач сказал, не помыться, да, то есть у тебя длинные волосы, ну, как длинные, да, то есть средняя вот такая длина, она у меня была все время, она говорит, в день норма, если выпадает до 100 волос, представь, сколько их, да, на самом деле. И мне все время оказалось страшно, думаю, боже мой, ну 100 выпало, еще 100 выпало, да, то есть через месяц это уже сколько выпало, думаю, боже мой, а если они выпадут все, да, что будет, я сейчас останусь абсолютно лызая, да, у меня была безумная паника. Но потом, как оказалось, что у каждой луковицы, да, то есть она, у нее жизненный цикл 8 волос, да, то есть вот они произрастают и 8, да, то есть потом выпадают и еще, да, то есть так вот 7 раз после того, как она появилась первый раз. Поэтому этого не стоит бояться, но опять же стоит, чем дольше, да, то есть чем лучше вы будете использовать, да, какие-то приправы, тем лучше будет ваше питание, тем дольше, конечно же, будет продолжаться сам жизни на цикл вот этой вот луковицы, да, и вашего волоса. И какие существуют проблемы, да, то есть за счет экологии, неправильного питания, это выпадение волос, да, то, о чем я уже говорила, то, что был у меня в ломкости, тусклый вид, то, что нам не нравится, да, женщины, мы, кстати, всегда красивые, искрящиеся, такие светящие волосы, как в рекламе, и расслаивание ногтей. Из-за чего это может происходить? Ну, в первую очередь, гормональные нарушения, да, вот, как я отметила свое, что, когда я была беременна, у меня очень сильно начали выпадать волосы, да. В период кормления грудью, да, то есть это тоже может быть, потому что, ну, согласитесь, весь наш организм работает на то, чтобы у нас появилась, да, то есть новая жизнь, да, то есть отдает все витамины нашему ребеночку. И в период менопаузы, да, то есть это еще одно гормональное полностью изменение женского организма, поэтому, да, то есть именно в эти периоды необходимо позаботиться большей частью, да, о самом организме, о питании, о здоровье. Опять же, все это может происходить, да, то есть вот образа жизни, в первую очередь, да, те, кто курит, здесь, конечно же, и кожа страдает, и ногти, и волосы, да, то есть это, здесь уже нужно отказываться, я считаю, что это вредная привычка, да, то есть ее просто нужно избегать. Стрессы, да, которые есть в нашей жизни, периодические нагрузки, потери веса, то есть те, кто очень сильно хочет похудеть, да, и считает, что это делается все буквально в одну неделю, в две недели, то это очень сильный стресс для организма, да, я бы могла его отнести. Вы начинаете бегать, вы начинаете заниматься спортом, потом это все бросаете, потом снова вот эти вот нагрузки приводят к тому, что ваш организм просто находится в стрессе, и выпадение волос, ломкость ногти, да, то есть это тоже можно отнести. И потери веса, да, то есть когда вы садитесь на какую-то сумасшедшую диету, и либо вообще ничего не едите, и никакие питательные вещества не поступают, просто клеточки вашего организма, организму не из чего строить, да. Что происходит с нашим организмом? Все равно для сердца, для печени, для легких наш организм будет брать все полезное. А откуда он забирает, да, потому что это жизненно важные органы, они должны строиться. Откуда он будет это забирать? От менее жизненно важных органов. И как только вы видите, что ваши волосы начинают становиться тусклыми, как только вы видите, что ваши ногти ломаются, значит уже что-то в вашем организме не хватает. Да, поэтому, конечно же, резкая потеря веса, жуткие диеты, да, то есть это тоже очень плохо сказывается в нашем внешнем виде. Неправильное питание, недостаток, конечно, питательных веществ в организме, да, к сожалению, экология у нас такая сейчас, те витамины, которые раньше были в нашей порции, то, что мы ели, да, то есть их уже гораздо меньше, в 3-4 раза, нежели это было 30 лет назад, 50 лет тому назад. Поэтому, конечно же, стоит об этом тоже задуматься, что даже сейчас, в период лета, да, когда у вас есть овощи, ягоды, да, то есть которые будут появляться не привезены на наших ягодах, то есть они все равно не дают полноценное количество витаминов, которое нам нужно. Ну и то, что нам дает внутрикомплекс для волосных моктей, это вот этих вот 3 проблемы и есть одно решение. Но могу сказать, да, немножечко похоже, буду тоже поговорить про этот внутрикомплекс, могу сказать, что это не только решение этих 3 проблем, да, то есть этот внутрикомплекс решает гораздо больше проблем. И когда я про это услышала, я поняла, что это уникальные просто витамины, которые мы можем принимать, да, то есть при этом для каждого человека, для каждой, да, то есть индивидуальности, индивидуальности и ведения образа жизни. Так, давайте разберем, вот это вот, в принципе, формула, то, что входит в состав, давайте разберем, что туда входит. Здесь активные ингредиенты, сюда входят процианиды, да, то есть они увеличивают общее количество и диаметр волос, то, что касается тонких волос. Опять же, смотрите, то есть здесь стоит знать то, что если вам в вашем организме заложена природа, что у вас тонкие волосы, да, то есть тонкие ногти, да, то есть определенная форма, но это изменить нельзя. Но вы можете поддержать, потому что вот как раз-таки экология наша, да, наш неправильный образ жизни, они разрушают это, утончают наши волосы, утончают ногти. То есть вы можете вернуть к тому состоянию, которое у вас заложено в вашем организме. Больше вы это, конечно же, да, то есть уже улучшить не сможете. Поэтому про это тоже не стоит забывать. Эллицин, он содержится в волосах и ногтях и делает их более сильными, да. Да, эллицин, он для этого падения волос, продлевает их жизненный цикл и вот его воздействие именно, да, то есть хорошо в сочетании с железом. В сустав входит железо, которое приостанавливает выпадение волос. Могу сказать, что именно как раз-таки в период беременности, да, то есть железо очень сильно, да, то есть выходит из организма. Железо очень хорошо стимулирует рост волос и ногтей. И витамин С, он здесь подобран для того, чтобы улучшить усвояемость железа, да, то есть в этих витаминах. А внутрикомплекс, это всегда входит именно компоненты еды и нет ни одного лекарственного средства, да, поэтому бояться его не стоит. А все компоненты абсолютно натуральны, да, то, что я вам перечислила. Компоненты внутрикомплекса, это составляющие полноценного питания, эта формула запатентована, и я думаю, что каждый из вас понимает, что если это патент, в компании очень много патентов, что если это патент, то это уникальный в своем роде продукт, которого нет ни у кого, значит, сюда входят уникальные компоненты. И это действительно тот продукт, который то, о чем заявляет компания, да, то есть то он и оказывает, иначе вы просто-напросто патент не дали. Компоненты, да, то есть я вот когда перечисляла, что, да, каждый воздействует друг на друга, то есть витамин С, на железо, действия очень сильные на волосы и ногти, и, конечно же, действия на весь организм в целом. Смотрите, помимо того, что перечислено, да, то есть то, что это помогает для роста волос и ногтей, он также укрепляет мелкие капилляры и сосуды. Женщинам в определенные дни он повышает именно гемоглобин, да, то есть то железо, которое входит в состав. Он восстанавливает формулу крови, улучшает мозговое кровообращение, очищает клетки головного мозга, печени от токсинов, да, и мы потом разберем определенные ингредиенты. Я вам расскажу, что и для чего, еще какие показания, да, то есть это улучшение слуха и памяти и уменьшение головокружения и головных болей. Могу сказать, что я очень длительное время очень сильно болела мигрениями, да, то есть они у меня происходили практически каждый месяц. На сегодняшний момент, то есть может быть то, что я принимала каждый день ПЭП, да, может быть то, что я принимала два курса вот этого внутри комплекса, но это происходит очень-очень редко, да, то есть он буквально там раз в полгода, да, то есть это меня, могу сказать, что очень радует. Смотрите, два компонента, да, про которые мы говорили, цистиин и лисин, которые входят в состав данного внутри комплекса. А цистиин, это защитный именно, он оказывает защитное действие на клетке печени и головного мозга от повреждений. То есть смотрите, да, то есть дальше я вам причисляю, от повреждений алкоголем, от повреждений лекарственными препаратами, токсичными веществами, и в том числе, смотрите, это очень полезно для людей, которые курят. Да, то есть для тех людей, которые злоупотребляют алкоголем, да, либо просто выпивают, да, то есть у нас есть период праздников, когда мы постоянно за столик за столик, да, тот же самый Новый год, когда нам нужно очистить наш организм. То есть смотрите, эти витамины точно так же вам помогут отчистить клетки печени и головного мозга. Сюда входит лизин, да, то есть это один из самых важных белков в организме, то есть, да, и с чем он борется, это с красными глазами, головокружением, то есть выпадением волос и гемоглобин, борется также с проявлением герпеса, да, и соматита. Также заботится о сухожилиях, связках и костях, импотенции у мужчин, проблемы с сердечно-сосудистой системой, проблемы с пищеварительной системой. То есть смотрите, вот вроде бы витамины, да, которые изъявляют о том, что они помогают для роста волос и ногтей, но при этом те составляющие, которые есть, да, когда мы их разобрались, смотрите, то есть их можно применять для людей и с другими какими-то проблемами, да, то есть с проблемами для здоровья, для тех людей, которые, да, то есть ведут не совсем правильный образ жизни. Их тоже можно рекомендовать для того, чтобы восстанавливать свой организм. Стоит отметить, что здесь есть противопоказания, да, то есть здесь вы видите сейчас на слайде, я не буду их перечислять, но могу сказать еще одно, да, то, что стоит помнить, что эти витамины не нужно принимать, да, допустим, пэк мы можем принимать каждый день, мы принимаем, я его принимала на протяжении 5 лет каждый день, да, то есть и не нужно приостанавливаться. Вот здесь как раз-таки данные витамины нужно принимать курсами. То есть 4 упаковочки, да, то есть это где-то примерно на 3 месяца, вы их принимаете, потом делаете перерыв, потому что нужно, чтобы некоторые компоненты выводились из организма. Преимущество данных витаминов, чем они не нравятся, но у меня их сейчас здесь нет, да, потому что я их не пила, я достала детские витамины, которые пьет на родину. Они точно такая же, вот, серенькая, серенькая витаминка, да, то есть она без красителей, абсолютно, да, то есть только натуральные компоненты, то, что было заявлено раньше. И их принимаются 2 каждый день. Да, то есть в исключительном случае, в идеальном случае, пить их нужно вместе с пэком. И результат, опять же, да, то есть хочу сказать, что смотрите, когда вы принимаете первый курс, вот этих вот 4 упаковочки, да, то есть если вы не видите результат, понятно, то, что я вам говорила, если ваши волосы, да, то есть их ломки, если ваши ногти ломаются часто, если вы видите, что ваша кожа не такая округлая, это значит, что-то у вас сбой в организме. То есть тот же самый, да, нехваток железа, пониженный гемоглобин. То есть пониженный гемоглобин, кстати, это, опять же, те же самые выпадения волос, да, то есть ломкость волос, сухость волос. Это один, как и показатель. И пока вот эти вот витамины не восстановят все внутри вашего организма, то есть вашим волосам и ногтям ничего не достанется. И зачастую бывает так, что просто-напросто приняв первый курс 3 месяца, вы приводите свой организм в порядок, да, то есть вы восстанавливаете все те показатели, которые были у вас минусом, и то, что приводило к тому, что происходило, да, то есть снаружи вашей кожи, ногтями, волосами. И вот уже когда вы начинаете принимать второй курс, вот тогда вы видите результат. Могу сказать, что когда я принимала эти витамины, я его принимала два раза, два курса. Просто-напросто мои ногти, вот помимо того, что они становятся липкие, они начинали расти как сумасшедшие. То есть я просто, да, очень часто женщины, как и волосы, да, то есть стараются отрастить ногти, то есть у меня я их срезала, потому что я не очень люблю длинные ногти, да, то есть я люблю, чтобы они были аккуратны и красивы, потому что я люблю яркие лаки, да, на длинные ногти. Но, к сожалению, в моем возрасте, да, то есть уже некрасиво наносить яркий лак, да, то есть если будут длинные ногти. Поэтому, то есть вот здесь я увидела результат. Ногти до сих пор остаются крепкими, да, то есть ногти хорошо растут. Ну и здесь вы смотрите просто-напросто по результату, как часто вам нужно это принимать. Но я могу сказать, что один раз в год, после того, когда восстановили организм, если вам это было необходимо, этого достаточно, то есть чаще их принимать не нужно. Ну и в принципе мы разобрали две проблемы. Это стресс и питание, здоровье, экология наша, да, то есть это тоже мы нашли, то, с чем можно бороться для того, чтобы действительно выглядеть хорошо, для того, чтобы вернуть красоту нашим волосам. И каждая женщина, да, то есть она является звездой и заслуживает права на сияние. Как раз таки волосы, это ведет на карточка каждой женщины, да, и то, как они выглядят, то, как они сияют, говорит о статусе и ухоженности нас с вами. И еще одно высказывание, я очень люблю Елину Хромченко, да, то есть для меня это эталон стиля и красоты. Ухоженная женщина всегда добивается того, чем ей может добиться женщина в халате. И я думаю, что каждый из вас со мной согласится, каждый из вас со мной согласится. У меня сегодня все, если есть какие-то вопросы, еще можете задавать. С вами была Небурак Ольга, директор компании Reflame. Буду рада вам помочь, можете задавать сейчас в чате. 18 лет, здесь нужно проконсультироваться. Опять же, ну 18 лет, это уже не подросток, да, то есть это уже взрослый организм, поэтому я думаю, что это можно принимать, не стоит этого бояться. Потому что пэки у нас можно принимать уже с 14 лет, да, то есть, слава богу, вам уже на 4 годика старше, чем 14, да, 18, поэтому можно смело принимать. Все, если есть еще какие-то вопросы, я еще буду долго в чате, я с удовольствием отвечу. Спасибо вам всем за внимание.